здравствуйте друзья с вами кузнецов дмитрий центр юридической защиты компании аля уже стала традиции выкладывать подборочки старых архивных записей многим это интересно очередной раз выкладываем записи почти годичной давности для того чтобы вы смогли проанализировать что изменилось что не изменилось но я забегая вперед скажу что для наших уважаемых кавычках банкиров взыскателей коллекторов закон это дело десятое а если не сто десятое и поэтому но они почему-то не забывают вам об этом напоминать точнее напоминать о том что закон должен для вас стоять на первом месте но вот делайте выводы почему вы должны в их сторону соблюдать все законные на их взгляд требования а они плевать хотели на закон давайте послушаем и убедимся алло алло здравствуйте здравствуйте вас слушаю необходимо услышать марина евгеньевна нет вас не получится ее услышать но вы можете информацию всю передать нам мы ее представить звонок из промсвязь банка меня зовут горячая наталья викторовна департамент рабочей задолженности а кем вы ей являетесь скорее не так она наш клиент мы юридическая организация она обратилась к нам за юридической защитой в связи с трудным финансовым положением и невозможностью выполнять условия кредитного договора передайте информацию слушаю вас наш номер телефона 8 800 3 тройки 03 50 промсвязь банк когда вы сможете передать ей информацию информацию мы у себя зафиксировали так как она делегировала полностью нам все права по решению финансового вопроса вы кстати говоря можете написать на ее адрес который указан в договоре любые ваши предложения на их нам передаст мы обязательно ответим на данном этапе мы изложили на бумаге всю информацию которая может касаться банка в отношении нашего клиента и отправили заказным письмом почтой россии в ближайшее время ваше дело для корреспонденции получит эти письма как только она с вами свяжется звонки вам перестанут поступать нет мы очень рады вашим звонкам подскажите мобильный телефон я могу с вами точнее марина евгеньевна нет не получится она нам этого не разрешала передавать информацию голосу из трубки вся информация на бумаге изложена полностью до свидания до свидания он кредитбанк не зовут иньяк что не могу поговорить с евгением григорьевичем нет не получится вы можете всю информацию мне передать это наш клиент номер нашего банка я на данный номер отправлю ему пожалуйста передать чтобы с нами связался для уточнения информации можете информацию всю мне передать необходим напрямую с ним приговорить все доброго до свидания алло слушаю вас алло алло я вас слушаю Сергей Иннокентьевич здравствуйте это не Сергей Иннокентьевич ну значит Сергей Иннокентьевич позовите пожалуйста не могу я его позвать вы можете передать любую информацию которая непосредственно назначалась для Сергея Иннокентьевича почему я буду вам передать если вы я даже вас не знаю звонок по судебно-искового отдела банка Тинькофф Анастасия Александровна меня зовут анастасия Александровна а вообще кто будьте добры фамилию свою назвать Светаева отлично спасибо очень приятно тут анастасия как ладно я представлюсь тоже меня зовут Кузнецов Дмитрий Старший юрист консульт компания аля озвученный вами человек обратился к нам за юридической защитой что передать ему я что-то не вижу чтобы вы сидели в какой-то организации то есть я не слышу это ваш личный номер телефона? нет человека настроена переадресация переадресация это совершенно стандартная услуга которую оказывают многие юридические фирмы в том числе и как у тебя ваша компания называется? общество с ограниченной ответственностью ООО аббревиатура АЛИАМ так секунду когда он к вам обратился? нет извините это внутренняя информация мы хотели задать вопросы чтобы мы их передали нашему клиенту милости просим я вам должна задавать вопросы? ну не должны почему? вы хотели если не хотите ради бога напишите на бумаге свои претензии мы на них ответим куда писать? когда он к вам обратился вы ничего не делали никакого письма в банк не направили вы говорите, что ваше действие законно? а почему вы так решили? скажите пожалуйста вы каким то образом относитесь к высшему руководству банка Тинькофф? или вы просто жалкий сотрудник колл-центра? разговаривайте я вашу личность не трогаю и вам не позволю понятно вам? ну не позволите так займитесь другой работой иначе ваша личность под угрозой я вообще не понимаю какой-то человек который разговаривает именно так может являться юристом очень даже не так как вы сказали вашу фамилию еще раз? моя фамилия Кузнецов Дмитрий Евгеньевич Дмитрий Евгеньевич вот я вашему руководству позвоню и уточню вы сейчас с самим руководством разговариваете я президент компании да? да вот и хорошо значит так еще Дмитрий Евгеньевич проверим законность вашей организации и данную запись телефона разговора я предоставляю это куда нужно я тоже в ютюбе сегодня алло здравствуйте здравствуйте меня зовут Марина Викторовна отдел ДЦД гнозов компании МБА финансов Дмитрий Евгеньевич Кузнецов верно? Марина как отчество? Марина Викторовна меня зовут ядите его вы Дмитрий Евгеньевич? я назвала только что свою фамилию ну так получилось что я не услышал Дмитрий Евгеньевич я не виноват что вы не услышали а я вас не обвинял я просто попросил у вас повторить свою фамилию спасибо Марина Викторовна теперь услышал я вас слушаю я вас слушаю Марина Викторовна имеется долг 342 тысячи рублей на сегодняшний день лет ежедневно возносил стоек сумма банк вам сейчас идет на уступке предоставляет возможность оформления реструктуризации при этом процентная ставка ваша не меняется в течение года оплачиваете 6 тысяч рублей и далее выбираете промежуток за какой промежуток времени вы вносите оставшуюся сумму либо это будет год либо это два либо это будет десять лет и на сегодняшний день на предоставление реструктуризации вам необходимо внести 114 тысяч рублей единовременно по требованию банка до 2 июля необходимо внести оплату оплата поступает? Марина Викторовна я в начале разговора немножко упустил вы из банка мне звоните да? у вас столько информации ну знаете я не буду я представилась несколько раз и сказала из какой компании я звоню Дмитрий Евгеньевич нет я не звоню из банка русских стандартов я звоню из компании БАФинансы так как вы не надлежащим образом исполняли свои финансовые обязательства банк вынужден был передать ваше дело в нашей организации на основании статьи 1005 агентский договор понятно объяснила? объяснили вы совершенно понятно но у меня есть поводы не верить вашим объяснениям знаете почему? мбафин.ру наш официальный сайт пожалуйста ну извините ну извините мне сегодня четырнадцать человек позвонила дмитрий Евгеньевич вы выносите в банк русский стандарт ваши реквизиты не меняются вы не выносите на мой расчетный счет на мои личные реквизиты ну тем более я затрудняюсь сейчас собственно вообще в анализе сложившейся ситуации дмитрий Евгеньевич я что-то смешное сказала? да смешно мне в чем вы затрудняетесь? вы затрудняетесь ответить будет ли от вас поступать оплата в банк 114 тысяч рублей единовременно для предоставления не могу собственно говоря разместить вот эти вот факты вами озвучены в контексте какого-то логического объяснения ну вы постоянно не можете да разъяснить и объяснить ну так в чем дело ну возьмите все расставьте на свои места ничего не понимаете я вам объяснила пускай мне предъявят если вы не можете предъявят доказательство того что у вас финанс да мне же зачем это нужно а вы подписал председательный договор согласились что на вашем официальном сайте есть подождите на официальном сайте есть копия письма от банка для меня не подождите но чтобы я с вами вел диалог мне кредитон обязан по вашему запросу вы то что хотите что банк ничем вам не обязан предъявить запомните на сегодняшний день мы не надлежащим образом исполняли свои финансовые обязательства вы отказались от оплаты своего долга что недопустимо 350-й статье гражданского кодекса вы сами нарушили условия своего определенного договора а теперь вы говорите что банк вам чем-то обязан подождите ну нарушил и нарушил вам ничем вам не обязан банку действовать не согласно закону а вам вообще вторгаться как раз банк действует в рамках законодательства мы так же работаем в рамках законодательства Российской Федерации что вам мешает все поставить на свои места чтобы я с вами вежливо и конструктивно общался без чоканья Дмитрий Евгеньевич давайте обойдемся так слышишь ты ты мне еще тут у нас есть русский язык есть русский язык я на нем с тобой разговариваю еще через секунду ислurst сейчас ты извинишься я буду общаться с со своими родственниками так как захочу ты извиняешься и кладешь трубку имеется ввиду таким тоном вы будете подчаться со своими родственниками официальный откат а ты хлоп gast Всего доброго, до свидания. Всего на лбу, татуировку. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. ОТП-банк Москвы, меня зовут Ольга Петровна, вам знакома? Еще раз, кто звонит? Ольга Петровна, вам знакома? А кто спрашивает? ОТП-банк. Нет таких человеческих имен, представьте, пожалуйста. Пригласите ее к телефону. Еще раз, вы позвонили, и теперь я хочу, чтобы вы представились. Я представилась, мужчина, причем три, дважды уже. Фамилия, имя, отчество я не услышал. Я не знаю, с кем выговариваю, я. Вы знаете, да, вообще. Я вам свои данные откажу. Вы думаете, из-за того, что вы стели в какое-то здание под названием банк, имеете право хамить и звонить, кому попало? О чем это мое хамство? Потому что вы инкогнито сейчас звоните. Итак, уважаемые анонимы, представьтесь. Запись телефонного разговора ведется. И у меня тоже. У вас проблема со слухом к врачу? Да, проблема со слухом я не расслышал. Вот врачу. Потому что у вас проблема с дикцией. Запись сегодня идет с 10 до 6 вечера. Какая еще запись идет? Алло. Алло. Здравствуйте. Компания МБА Финанская, меня зовут Светличный Валерий Владимирович. Витрий Евгеньевич Кузнецов, это вы? Светличный Валерий Владимирович. Рад, рад, что не забыл ты меня. Да, это я. Заним по поводу ваших долговых обязательств из банка «Вроский стандарт». Значит, Витрий Евгеньевич, на данный момент цены заключены на тренинг 341 890 рублей. И оплатить вы их должны до 9 числа. У вас последняя неделя для того, чтобы урегулировать вопрос в досудебном порядке. Оплата поступает до пятницы? Когда надо, чтобы оплата поступила? До третьего числа, до пятницы. Слушай, ты мне ответ. Ты что бабскую работу выбрал? Что-то не хватает тебе? Что-то не хватает? Ты что женскую работу-то выбрал? Сидеть на трубке, попрошайничать. Да потому что. Это у тебя надо спросить. Почему? А какую? А какую? Что? Ну иди нормально, там, я не знаю, улицы подметай, тяжести поднимай. Как ты? Как я? Не, ну или как я, иди адвокатом работай. Ты адвокатом работаешь? А ты, можно подумать, не знаешь. Слышишь, Светличный? Ну, думаешь, с тобой уже почти друзья. Ты же сколько в Ютьюбе-то. Хочешь, я открою сейчас Ютьюб, прочитаю? Светличный с Дмитрием Евгеньевичем разговаривает. Какие комментарии прочитать тебе? Да, прочитаем тебе, интересно. Давай, давай, дорогой, сейчас прочитаю. Так, что ж тут про тебя-то пишут, а? А, ну это я, кстати, по просьбе моих, кто на канале, да, спросить у тебя. Они просили, это люди. Вот у меня сейчас 19200 просмотров. Вот последний спрашивает. Спросил у Светличного Валерия Валерьевича, что он бабскую работу выбрал. Ну, вот мне спрашивают. Я у тебя спросил, ты мне ответишь, ладно? Ответь? Люди просят, люди спрашивают. А что же, если вы работаете адвокатом? Я не знаю, что сейчас, на адвокатах спросов нету или что? Есть, на меня огромный спрос. Я людям помогаю. Адвокаты, что вы миллионными кредитами как-то больше строите? Это соберись с мыслями, потому что некрасиво, действительно. Вроде мужской голос, на бабской, правда, работе, и ты начинаешь заикаться. Ржака, четко, ясно и понятно, говносос должен сидеть в говне. Ну, это вот комментарии про тебя. Шикарно ты его в очков унул. Я сейчас вообще даже ничего не услышал. Да ладно. Нет, а я же тебе комментарии читаю. Понимаешь, под видео есть комментарии, люди пишут. Дмитрий Евгеньевич, ваши тренинги очень крутые. Спасибо, что вы есть. Ну, так, мне люди пишут. Тебя давно так говорили? А, Светличного? Там такие же адвокаты-неудачники, как вы, Светлана? Нет, это клиенты. Я просто думаю, если такие видео кто-то смотрит, то их смотрят те же люди, у которых проблемы с кредитами. Конечно, да, да, да. И если вы адвокаты... А тут и не секрет, да. Люди, у которых проблемы с кредитами, которым нужна помощь, конечно. Ты тут прав. Если вы сейчас вернете, и вы их вернете, либо же по суду, либо же сейчас трубку опять-то выпедриваетесь со мной, а потом молча, тихонько пойдете оплатить. Но об этом вы не будете на YouTube выкладывать. Да нет. Так что, Дмитрий Ильич, привет подписчикам. До свидания. Вот так, друзья. Ну, здесь вы увидели, значит, услышали, простите, примеры переадресации. Кто не понимает, не знает, о чем речь, у нас в нашей компании, все наши клиенты имеют, так скажем, бесплатную опцию. Возможность настроить переадресацию, чисто технически, такой момент, который позволяет клиентам снять моральную нагрузку. А именно, человек, видя нежелательный звонок, звонок от банка, от коллекторов, от микрофинансовых организаций, просто сбрасывает, на той стороне провода не слышит этого сброса, гудок продолжается, срабатывает технически, переадресация, и звонящий попадает на наш колл-центр. Ну, там работают специалисты, у них, как правило, разговор короткий, это вот иногда я беру трубку, ну, а почему бы и нет, чтобы, в общем-то, и вас порадовать, и чтобы, ну, очень много у нас роликов, именно как раз за счет переадресации, такие вот ролики у нас получаются, потому что эти тупицы думают, что они разговаривают с одним человеком, на самом деле, на другой стороне провода, либо Герпец Адольфович, либо я, там, либо моряк какой-нибудь, ну, сами знаете. Ну, иногда, конечно, бывает, что мы выкладываем ролики наших клиентов напрямую, разговоры с коллектором. Вот. Ну, в данном конкретном случае, в самом начале этой подборочки слышали именно по переадресации. По большому счету, как только они слышат рингтон, да, у нас рингтон существует определенный, да, где до того, как, с ними трубку специалист, идет приветствие, здравствуйте, вы дозвонились в такую-то, какую-то компанию. Как правило, коллекторы даже не, ну, не дожидаются, не дожидаются и кладут трубку. Если дожидаются, то разговор там короткий, как вы понимаете, здравствуйте, что, какие вопросы, какие претензии, все письменно вам сообщили, всю информацию в законном формате мы вам отправили. Если у вас есть претензии, будьте добры, пожалуйста, точно так же в письменном формате вступайте с нами в диалог, в переписку. Это совершенно законные мероприятия. Не обязан человек поддерживать устный формат общения, если он этого не хочет, не может, не желает, не умеет, не знает и так далее и тому подобное. А также человек обязан, не обязан выполнять какие-то требования, которые ему навязывают по телефону, то есть голос из трубки. Ну, это так, отдельная история. Ну, и для тех, кто очень часто спрашивает меня, не понимает, а как, Дмитрий Евгеньевич, у вас тоже есть долги? Да, друзья, есть долги, были, точнее, долги у меня, что я не всегда кредитным юристом работал. На самом деле я специализировался по таможне, и я не понимал на самом деле, и мне это не нужно было, я не разбирался в ситуации, потому что это действительно всего не постигнешь. Я не знал, как устроена банковская система, где обман, где правда. Я точно так же брал деньги на бизнес, личные какие-то амбиции, был такой же, как и вы. Но случилось то, что случилось, кризис в стране, таможня, таможенный бизнес стал загибаться, очень много мелких, средних брокерских фирм были задушены более крупными организациями, лоббированными государством, ну, в том числе и наше предприятие. Мне пришлось, собственно говоря, выкручиваться из ситуации. Я точно так же попал под гнет, вот это под давление, но вместо того, чтобы паниковать, я решил разобраться. Ну и разобрался результат, группа компании «Лямб», я руководитель, и то есть это говорит о том, что прежде чем что-то предлагать людям посторонним, я это все на себе прошел. И в ответ вот на эти заявления, вот попрошайка в последнем ролике утверждал, что я сейчас поговорю и побегу оплачивать, ну, вы сейчас до сих пор слушаете, уже несколько коллекторских агентств сменилось, уже сумма там выросла до бессовестных размеров. Чтобы на самом деле, скажем так, забегая вперед и останавливая тех, кто будет кричать «взял, надо отдавать», я вам скажу, я им ничего не должен. То есть те деньги, которые я у них взял, я им отдал с лихвой, с процентами, просто им мало было. Им мало было, и я не стал выдавать им еще более, чем то, что я им уже отдал. Отдал им и проценты, и само тело кредита, ну, им еще раз смотрю, мало-мало, и они вот, ну, в общем, коллекторы занимаются, потому что моя персона где-то там в базах этих есть, и я знаю, что они постоянно будут где-то делать. Сейчас какая-то компания «Эверест», и я выложу, и вы слышали эти ролики, и вот сегодня они мне звонили, я попрекалывался, вот выложу следующий ролик, будет после этого. Ну, одним словом, ничего я им не побежал платить, и не собираюсь этого делать. Если вы хотите разобраться во всем этом, понять, то, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, вступайте в группу ВКонтакте, ссылочка в описании этого ролика есть, и всех других роликов. Все наши ролики дублируются, совершенно бесплатно, но вы зато сможете обрастать нужными, полезными знаниями. Наконец-то успокоитесь, кто еще не успокоился, кто в сомнениях. Ну, и я очень рекомендую еще и документальном формате все решить, оградить себя полностью, со всех сторон, от нападок вот этих незаконных, а поверьте, они все незаконны. Как это сделать? Ну, посмотрите для начала на нашем сайте, ссылочка тоже в описании этого ролика, есть видео, прямо посередине сайта, большое видео-окно, презентация того, как устроена работа специалистов компании Алям. Можете совершенно спокойненько сесть, никуда не торопясь посмотреть, и узнать, что мы можем для вас сделать, если вы, конечно, захотите обратиться за юридической защитой. Сколько это стоит? Какое время это займет? И так далее, и тому подобное. Что вы в результате получите? На самом деле, это очень интересный видеоролик, и я думаю, что это одно из самых необходимых, может быть, за последнее время, видеороликов, которые вы посмотрели. Ну, и время с умом потратите, поверьте, не пожалеете. Ну что, подписывайтесь, еще раз прошу вас на наш канал, ставьте лайк, если ролик и подборочка эта понравилась. На связи с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании Алям. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok